Привет, друзья! Меня зовут Антон, и вы на канале MyGadget. Чтобы помочь выбрать подходящий зеркальный фотоаппарат для начинающих, я составил рейтинг лучших моделей 2021 года. Ты меня снимаешь? Нет, нет. Но перед началом этого ролика поставь этому видео лайк и подпишись на канал и нажми на колокольчик. Погнали! На пятом месте Sony Alpha SLT-A37 Body со средней стоимостью 11500 рублей. Этот фотоаппарат весом 500 грамм оснащен матрицей типа CMOS с максимальным разрешением 4912 на 3264 и чувствительностью 100 на 6400 ISO. Также у него есть и авто ISO. Он обладает полем зрения видоискателя на 100%. Также есть фокусировка ручная, корректировка и подсветка автофокуса. Также есть фокусировка по лицу. Этот фотоаппарат производит изображения в форматах JPEG и RAW, A-Video, VCHD и MP4. Емкости аккумулятора хватает на 500 фотографий. Он поддерживает карты памяти SDHC, Secure Digital, Memory Stick Pro, HDUO, SDXC и интерфейсы USB, HDMI и разъем для пульта. Эта модель имеет датчик ориентации. Переходим к плюсам и минусам этой модели. Плюсы. Поддерживает разные типы карт памяти. Поле зрения видоискателя 100%. Он легкий и высокая скорость работы. Ну а минусы. Низкое качество видео и аккумулятор быстро теряет заряд. На четвертом месте Nikon D5100 Kit со средней стоимостью 19400 рублей. Этот фотоаппарат весом 560 грамм с объективом в комплекте. Он оснащен матрицей типа ЦМО с максимальным разрешением 4928х3264 и чувствительностью 100х6400 ISO, а также есть авто ISO. Он обладает полем зрения видоискателя 95%, фокусировка ручная, есть электронный дальномер, фокусировка по лицу и подсветка автофокуса. Формат производит изображение в форматах JPEG и RAW, а видео в MOV. Емкости аккумулятора хватает на 660 фотографий. Он поддерживает карты памяти SDHC, Secure Digital, SDXC, интерфейсы USB, Audio, HDMI, разъем для пульта. Эта модель имеет дистанционное управление и датчик ориентации, можно управлять с компьютера. Ну а теперь о плюсах и минусах этой модели. Плюсы. Высокое качество матрицы, простое меню с широким набором функций, высокое качество фото и четкая работа процессора. Но минусы. Отсутствует отвертка, не всегда четко срабатывает автофокус и батарея быстро садится. На третьем месте рейтинга Nikon D5600 Kit со средней стоимостью 45600 рублей. Этот фотоаппарат весом 550 грамм с объективом в комплекте. Он оснащен матрицей типа SMOS с максимальным разрешением 4928х3264, глубиной цвета 42 бита и чувствительностью 100х6400 ISO и авто ISO. Он обладает полем зрения, видоискателя 95%, фокусировка ручная, есть фокусировка по лицу, электронный дальномер. Фотоаппарат производит изображения формата JPEG, KRO, A-Video, VMOV и AVC HD. Емкости аккумулятора хватает на 660 фотографий. Он поддерживает карты памяти SDHC, Secure Digital, SDXC, интерфейсы HD-Video, USB, Audio, HDMI и разъем для пульта дистанционного управления. Эту модель можно крепить на штативе, есть дистанционное управление, датчик ориентации и управление с компьютера. Мы переходим к плюсам и минусам. Плюсы. Удобный поворотный экран, много настроек съемки, легкий вес, компактные размеры, хорошая резкость, ну а минусы – хлипкая крышка аккумуляторного отсека и редко случаются зависания. На втором месте Nikon D3200, кит со средней стоимостью 37000 рублей. Этот фотоаппарат весит 500 грамм с объективом в комплекте. Он оснащен матрицей типа CMOS с максимальным разрешением 6016 на 4000, глубиной цвета 36 бит и чувствительностью от 100 до 6400 ISO. Также есть авто-ISO. Он обладает полем зрения видоискателя 95%. Фокусировка, возможно, ручная, также есть фокусировка по лицу. Фотоаппарат производит изображения в форматах JPEG и RAW, а видео выходят в MOV. Он поддерживает карты памяти SDHC, Secure Digital, SDXC, интерфейсы Wi-Fi, USB, HDMI и NFC. Эту модель можно крепить на штативе, есть дистанционное управление, датчик ориентации и управление с компьютера. Переходим к плюсам и минусам. Плюсы. Качество сборки, качественная матрица, долго держится заряд, его удобно использовать и есть видеосъемка в формате Full HD. Ну а минусы. Высокая цена, нет отвертки и шумит при ISO 800 и выше. На первое место рейтинга попадает Canon EOS 2000D Kit со средней стоимостью 26000 рублей. Этот фотоаппарат весит 475 грамм с объективом в комплекте. Он оснащен матрицей типа CMOS с максимальным разрешением 6000 на 4000, глубиной цвета 42 бита и чувствительностью от 100 до 3200 ISO. Он обладает полем зрения видоискателей 95%, выдержка экспозиции от 30 до 1,004 секунды, также есть ручная настройка выдержки и диафрагмы. Замер экспозиции есть центровзвешенный, общий и точечный. Фокусировка, возможно, ручная и есть фокусировка по лицу. Фотоаппарат производит изображения в форматах JPEG и RAW, а видео выходят в MOV. Он поддерживает карты памяти SDHC, Secure Digital, SDXC, интерфейсы Wi-Fi, USB, HDMI и NFC. Эту модель можно крепить на штативе, есть дистанционное управление, датчик ориентации и управление с компьютера. Ну и переходим к плюсам и минусам этой модели. Плюсы – легкий вес, высокий уровень оптики, качественные снимки и много разных функций. Ну а минусы – в комплекте нет USB кабеля и сложное меню. Ну а на этом все, друзья. Спасибо, что смотрели это видео. Не забывайте ставить лайк и делиться этим видео со своими друзьями, если оно оказалось для вас полезным. Также не забывайте про подписку на канал и колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Большое спасибо вам за просмотр и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok